Это наши первые сборы в истории нашего клуба. Я думаю, это не последние сборы. Мы будем чаще приезжать на сборы. Изначально были очень уверенные мысли о том, что мы сборы проведем очень хорошо, потому что я знал потенциал наших ребят, потенциал нашей команды. И это меня оправдали на поле и за счет игры, качественной игры и за счет качественного результата. Что немаловажно. Качество игры, не забывая за спиной результат матча. У нас в этот раз на сборах было очень интересно, потому что у нас тут еще присутствовала наша команда, первая команда. И со стороны нашего руководителя это было очень интересно сделать совместные сборы. Пока младшие ребята будут смотреть на старших, на более профессиональных ребят, учиться что-нибудь от них, смотреть, как они тренируются, как они играют. И это очень помогло. Это очень помогло. У нас еще была одна игра совместная с сербской командой. Все присутствуют на этой игре, где наши ребята очень хорошо себя показали. И они очень уже стали, все мы уже стали одной единой. Я имею в виду и первая команда, наша взрослая, и наши младшие ребята из Академии. Во-вторых, у нас были очень хорошие соперники. Это очень радует, потому что у нас в Геленджике не всегда получается играть с очень сильными соперниками, где можно реально увидеть, на что способны наши ребята. Тут мы сыграли с очень хорошими соперниками, где ребята показали, на что они способны на сегодняшний день, и какой потенциал у них есть для будущего. Ведь все наши шаги мы делаем для того, чтобы развивать наших футболистов для дальнейшего профессионального футбола. Я очень рад, что мы сборы закончили без серьезных травм. Почти все в обойме у нас. У нас еще предстоят игры в марте, очень серьезные игры. Второй лиги России, четыре игры у нас в марте будет. Конечно, это несравнимо с атмосферой, что в Турции. Но тоже очень хорошие соперники, и я надеюсь, что наша команда тоже будет выступать очень хорошо. Еще хочу сказать спасибо нашему всему административному штабу, нашему тренерскому штабу за хорошую работу, поскольку это первый сбор, когда мы все вместе, и все показали свой профессионализм на высоком уровне. Во-первых, когда у тебя очень много игр, самое главное – восстановление между играми. И я уверен, нам это очень хорошо удалось, это показали игры. Если на игре у тебя команда в хорошем состоянии с первых до последних минут, также прессингует как первые 10 минут, так и в последние 10 минут с хорошей интенсивностью, значит, вы идете в хорошую направленность. То же самое и у нас. У нас была хорошая программа на вот этот период, но на этом нельзя останавливаться, надо идти дальше. А именно тренировочный процесс, как таковыми, больше занимались до наших игр. В основном то, что мы хотели делать, потому что дальше у нас не было времени уже до тренировок, потому что у нас, вы помните, даже игра была у нас 16-го, а потом 18-го числа. То есть там только восстановление больше. Во что бы ты ни играл, результат всегда важен. Тут самый тонкий момент, насколько ты выше ставишь качество игры и результат. У нас удается совмещать и качество игры, и хороший результат. То есть мы не добиваемся победы любой ценой. У нас очень хорошо ребята обучены этике. Они себя очень досойно ведут на поле и соперниками, и судьями. Это очень похвально. Были у нас соперники, которым, к сожалению, очень плохо вели, но наши ребята показали свое именно мастерство в этом плане и оказались на голову выше соперника. Еще раз повторюсь, что по-любому, во что бы ни играл, нужно выигрывать. Но всегда нужно знать грань, чтобы не переступить эту грань, потому что всегда качество игры ставится впереди результат. И рано или поздно, если ты играешь в хороший футбол, тот футбол, который дает право твоим футболистам развиваться дальше, рано или поздно приведет к хорошему результату. Были свои нюансы, разный футбол был во всем. Конечно, мы играли в тот же самый футбол всегда, пытались контролировать мяч, играть через короткие средние передачи, комбинационный футбол. Но больше всего по насыщенности борьбы мне понравилась игра с датской командой, с Вайлей Ю-19, которая навязала нам очень высокий прессинг, постоянный прессинг. Мы пытались выходить с под этого прессинга, у нас это получалось в большинстве случаев. Но игра мне очень понравилась именно с Вайлей. С арсенала мы потеряли, просто потеряли три ажика, грубо говоря, если я вообще говорю, потому что мы могли выиграть эту игру очень легко, потому что мы контролировали все в игре. Но ничего, тоже была хорошая игра. И с грузинами, когда мы играли, Динамо Теблисс всегда является очень хорошим соперником для всех команд, любого возраста. У них хорошая развитая академия и хорошая первая команда. Всегда приятно с ними играть. Поэтому не будем отделять какие-то игры. Все игры дали какую-то пользу. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но оказали свое положительное влияние на нашу команду. Всегда хочется, чтобы было еще лучше, чем есть. Но на данный момент это полностью соответствовало нашей академии. То есть, да, где-то есть минусы, но это все вопрос времени. Турция, она всегда в Турции приятно на сборах находиться. Я думаю, рано или поздно мы будем с каждым разом еще в лучших гостиницах, еще на лучших полях. Ну, еще раз повторяюсь, для нас на сегодняшний день это очень хорошее место для сборов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok